Опасность представляют не только возгорание. Это теперь очень хорошо знают жители Ангарска. Там рядом с одним из детских садов обнаружили разбитые ртуть содержащие лампы. Кто и зачем их оставил, загадка. А вот последствия подобного поступка более чем очевидны. Удалось ли избежать пострадавших, узнаете прямо сейчас. Ничего хорошего не светит, если на вашем пути попалась такая лампа. Предметы первого класса опасности оказались в непосредственной близости от жителей Ангарска. Неизвестные разбили и разбросали ртуть содержащие светильники рядом с детским садом в одном из микрорайонов города. А ведь поры вещества несут угрозу прежде всего для здоровья людей. Тут дети ходят, мы тут ходим вот этой именно тропой, потому что здесь чистят часто, а мы на санках по снегу. Ну и вот, и там еще детская площадка сразу за забором. Меня как маму это беспокоит. Я не знаю, как это отразится на моем ребенке. Чтобы не отразилось, лампы соберут и вывезут. Параллельно будут искать тех, кто таким образом решил избавиться от опасных предметов. В списке подозреваемых предпринимателей из магазинов, расположенных поблизости. В ближайшие дни туда наведаются специалисты городского отдела экологии. Они проверят, есть ли у коммерсантов договоры с организациями, занимающимися утилизацией ртуть содержащих ламп. Это все-таки административная ответственность. Это штрафы для граждан. Это от 1000 до 2000 рублей. Для предпринимателей это от 10 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц это от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. То есть это существенные штрафы. Пугают ли они тех, кто разбил и разбросал лампы? Большой вопрос. Ждать, когда найдут виновников, не будут. Светильники утилизируют специализированная компания, с которой заключен договор у администрации Ангарска. Алена Полоненко, Новости по будням.